КОЛХОЗНУЮ КАССУ А бухгалтера, увы, попали в тюрьму. И вот за поиски вора взялся их земляк Кязем. Он же, прошу прощения за нескромность, мой дядя. КОЛХОЗНУЮ КАССУ КОЛХОЗНУЮ КАССУ КОЛХОЗНУЮ КАЖДОЕ УТРА ПРОМЫВАЮТ ГЛОЗА. Во всяком случае, чигемцы на этом настаивают. По счастливому совпадению этих качеств, остроязыкость и глазастость, они в каждом человеке умеют разглядеть самые сокрытые смехотворные черты. А вот дядя Кязем по чигемским понятиям считался мудрым человеком. А уже если человек признан чигеми мудрым, так это значит, что он и в самом деле с головой на плечах. Я пойду брать мед. Ты бы сетку взял, закусают тебя пчелы. Пап, ты за медом? Да, только ты со мной не ходи. Я был разбужен голосом попугая. Завши меня по имени несколько раз. Робин, Робин, Робин Крузо, бедный Робин Крузо. Где ты, Робин Крузо, где ты? Подожди, подожди, объясни, куда этот твой Робин Зон умудрился деть свою любимую собаку? Никуда. Она просто живет у него. Подожди, подожди. А почему же он ничего о ней не говорит? О каких-то там попугаях говорит? О своей любимой собаке ни слова. Наши его охраняют в дружбе с ним. А этот негодный попугай только и знает, что болтает с утра до вечера. Я не знаю. Он о ней ничего не писал. А может, твой Робин Зон сожрал ее? Да что ты, бабушка? Что ему есть на тебя, что ли? Слопал. Осознаться в этом ему стыдно. Да не сел он ее. Он, если хочет знать англичане, а они, как мы, собак едят. Подожди, англичанин. Так и сиди в своей англичане, а не мотайся по всему свету, словно бродяга какой-то. Запомни, хороший человек не уедет от родной земли, не бросит родной дом, вопреки воле своего отца. А этот мой Робин Зон плохой человек. Понял? Бабушка, если ты будешь так говорить, я тебе ничего не буду рассказывать. Еще обижается. Ну-ка, сбегай на кухню быстро, принеси мне огня. Как ты идешь? Воспитанные дети не поворачиваются спиной к старшим, даже когда уходят. tidором бродяга. Продолжение следует... Рыщ θ FlickRacks. Рыщזה. Продолжение следует... Рыщия Рыщики. На, попробуй Ну и зря Я пошел полоть кукурузу Хорошо Ладно, принесу Ешь Не везет этому дереву На моем веку второй раз горит Здравствуйте Здравствуйте Дорогой, как здесь? Здравствуйте Только в тот раз сильнее горело Тоже мольня? Нет, это было не простое, а молельное дерево Здесь молились и приносили в жертву козлят А тогда с религией крепко боролись Вот его и подожгли Внутри все выгорело Оно у нас крепкое, еще постоит Чего это вы тут бездельничаете? А у нас это самое интересное слово Перкур? Перкур Перкур А то поле наверху пропололи Как раз мы сейчас туда идем Если такими темпами будете идти, к зиме дойдете К зиме конечно дойдем А что обязательно? Ладно, хватит Давайте по рабочим местам Кто из вас сегодня видел Чичико? Какого Чичико? Бухгалтера А кто-нибудь Чичико видел, да? Ну и ну А что? В конторе его нет Если бы он был в конторе, стал бы я его спрашивать Дома тоже нет? Нигде нет, и лошади его нет Ага, целый день сидит, как приклейник к столу в конторе Не оторвать Правда? Он как на веревочке привязан Дом Бухгалтерия Бухгалтерия Дом Дом Бухгалтерия Бухгалтерия Дом Потом опять Бухгалтерия Дом Дом Я сам знаю Дом Дом Он действительно так ходит Что я виноват А может он у какой-нибудь вдовы пригрелся А тут его и ищут Ему с такими деньгами без женщины тепло Деньги из сейфа тоже исчезли Что? Сто тысяч А? Абон Ой, не везет нам с этим Возьми там полное дупло огней Третий раз воруют, а? Двое уже сидят И этот туда же Где взять такого? Чтоб не воровал Ну ладно, ладно Хватит этой Гай-ляй конференции Милицию я уже вызвал Они разберутся Давайте все по рабочим местам Что случилось? Что с тобой, а? Ой, бэ А? Что такое? Да, бахут Вау Ну-ка, ну-ка В чем дело? В чем дело? Кто там такое? Там кто-то лежит Кто там лежит? Откуда я знаю? Ну-ка, дайте дорогу Так Никому кости не трогать И к дереву не подходить Милиция разберется Может, это Чичико Молнию била А где же его лошадь? Э-э-э Цурцумия Слышишь? Что? Сторожить дупло будешь Понятно? Вот что, бахут Принесешь двуствольное ружье А ты Цурцумия Сторожить будешь Пока не придет милиция Значит, на проболку Можно не ходить, да? Как же тебе удастся быть Сразу в двух местах, болван? И смотри, никого чужих Не подпускать Чужих это кого? Чужих Чужих это посторонних Неужели непонятно? А теперь все по рабочим местам Расходитесь Все А то, если вы и дальше Так будете работать Не то, что один хороший коммунизм Один плохой федерист Мы то не построим Да, председатель Он неплохой Голосистый А лошадь ему знать Ниоткуда Потому что в их роду Вище Мула Никто не поднимался А сейчас он председателем Стал и вскарабкался На жеребцах Слушай, я одному удивляюсь Откуда все эти председатели Такие голосистые То ли их по голосу выбирают То ли власть голос укрепляет Укрепляет, а что? Не знаешь, что ли? Вот в молодости Когда я был бригадиром У меня был один такой голос Когда я его выкрикивал Всадник из лошади Падал как весел Иногда падал Иногда падал От чего это зависело? От крови, слушай Плохая кровь От страха свертывается Как мацон Вот он и падал Понимаешь мне? Куда ты с нами идешь? С вами на пробу Иди на свой повод Давай Вала Совсем забыть Смотри, чтобы не убежал Бахута Бахута не забуду Принести мне двухстольное ружье Ремзик, иди Тебя бабушка зовет Куда это ты собрался? Я съезжу в правление А ты говори людям Что мой брат Расстратил деньги И попал в беду Скажи, что нам нужно У кого-нибудь Срочно взять в долг Пятьдесят тысяч рублей В долг? Зачем? Что ты надумал? Какие там еще Пятьдесят тысяч рублей? Так надо Господи Да чтоб я отрыла кости Своих покойников Если во всем Чигеме Найдутся такие деньги Думаю У кого и борщи найдется Пусть этим милиция занимается Зачем свой нос суешь? Куда не надо? Опозоришься на старости лет Как будешь людям Глаза смотреть? А вот и не опозоришь А И не болтай лишним Да Вот-вот По дороге купи Там детям сладкого Хорошо А ты делай, как я тебе сказал А Здравствуйте Доброго здоровья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, Теймир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ага. Здравствуй, дорогой. Козым, что там у вас стряслось в Чигеме? Чичико не мог этого сделать. Я не верю. Темное дело. Здравствуй. Добрый день. Извините. О, Козым, когда продашь своего коня, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Азлану с себя? Нету его. Он с милиционером куда-то ушел. Это кто такие? Родственники. Ваша. Почему мои? Бухгалтера. Может, уже покойного бухгалтера. С чего это вы взяли, что он покойный? Да, вполне возможно. У нас исчез один человек. Да. Нашли скелет одного человека. Не надо быть очень умным, чтобы понять, что это скелет того, кто исчез. Это мы выясним. Следствие с самого начала было введено в заблуждение. Дело в том, что этот скелет, разумеется, искусственный, был похищен школьниками из зоологического кабинета. Они собирались пугануть сторожа колхозного сада и до поры припрятали его в дупле молельного дерева. Но тут молния, пожар, искусственный скелет рассыпался, обуглился. Так что даже районный Шерлок Холмс принял его за человеческие останки. Неудивительно. Субтитры создавал DimaTorzok Попрошу об одном. Не оскверняйте кости нашего родственника. Не надо их там лапать, мерить, щупать. Но я собираюсь отвезти эти кости в район. А ты откуда? Из Чкерты или из Кенгурска? Из Кенгурска. И ты не знаешь, что абхазец не разбрасывается костями своих родственников? Знаю. Но закон требует кости, чтобы установить труп. А закон есть закон. Вы хотите опозорить нас дважды? Трижды. Убили. Раз. Сожгли. Два. Кости увозите. Три. Да. Трижды. Не считая лошади. Вора какая была лошадь. Не считая. Суд, понимаешь? А суд есть суд. Ага. У них обычай такой. Кости адвокату показывают. Неужели вы думаете, что мы допустим это? Что это? Что гримя нашими гостями родственника, а ты поедешь в район. Почему гримя? Если только увязать. А если это не его гости? Ну а если все же его? В городе есть доктора, которые по одной косточке определяют имя, фамилию, отчество. А, знаю. Кто не спрашивает. Но боюсь, осквернят. Да ладно. Ничего не сделается с вашим родственником. Значит, ты думаешь, что это он? Да ну елки себе, он не он. Запутали меня совсем. Может он сбежал куда-то ваш бухгалтер? С деньгами. Дай бог. То-то. В общем, будешь доставать. Костя, передавать ему. А я буду складывать для опознания. Э, лес. Давай, давай. Спасибо. Эрюш. Эх, это что? Кост. Эта не титико. Эта не титико. Ну-ка. А-а-а. А кто-то ты знаешь, чичико или не чичико, там две с половиной... Не хочешь поспорить, что это не чичико? Давай, поспорим, пожалуйста. На что спорим? Ну что, давай дальше. Сейчас. Для чего это в организме, слушай? Это пусть пока... Ну... Так, это ясно... Так. Это, это, тогда, мы его садим, так лучше, так, ну как, ну это уже, значит, вот так, и вот так, все, что это такое, видишь, ухо, это что, ухо, так, это ухо, Даша, давай, что стоишь, еще два уха, а, ну что там, еще ухо, еще, откуда встретили, не знаю, да, я про все, в чем случае, это мы разберемся, да, Да, хорошо. Ага, вот он аж. Неужто это? Оставь этот гость в покое. Ладно. Разберемся. Ну, в общем... Вот так вот. Может быть, я не могу. Можете опознать? Не знаю. Может быть, у тебя с ними такие короткие? А у нас шестилетние дети и то выше. Ну, слушай, это все, знаешь, это пожалуйста. На, держи, вон она. Пожалуйста, можно еще выше. Вот так вот. Признаете? Не знаю. Разве что тот же лысый. Слушай. Значит так, раз ваше опознание ничего не дало, то данными властью увожу его в город. Значит так. Аккуратно завернете. Перевожу вам соломочкой. Все как положено. И все. Только чтобы лысый не ехать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, ко мне? Да. Ну, заходи только побыстрее. У меня дела. А вы не волнуйтесь. Чичико скоро найдется. А деньги? Может и деньги найдутся. Даур. Когда в гости ждать? Завтра заеду. Смотри, уведет твоего скакуна этот Даур. Касым. Ты меня извини. Сам понимаешь. Дел по горло. А тут еще это. Беда навалилась. Чичико. Милиция. А я как раз по этому делу. Думаю, что я знаю, кто украл деньги. Думаешь. Думать это одно. А вот доказательство совсем другое. Я не одного, а пятерых подозреваю. А вот как доказать? Дай мне ключ от сейфа на один день. Я сумею доказать. Тебе ключ? Как я могу его тебе дать? Сам подумай. Хм. А вдруг из Кенгурска еще раз милиционер приедет. Да он меня сразу за шкирку и посадит. И правильно сделает. Но мне же всего на один день. Допустим, я этому милиционеру скажу. Дал тебе ключ на один день. Знаешь, что он мне ответит? Сделать копию с ключа можно всего за час. Думаешь, для этого он мне нужен? Чтобы сделать копию с твоего ключа. А потом в этот ящик потихоньку лазить, да? Ба-ба-ба-ба-ба. Это же не я так говорил. А вот милиция обязательно так скажет. Хм. Привет, ба-ба-ба. А-а-а, Кезим. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. А нет, я весь муке. Что ты такой сердитый? А что это, по мне видно? Да не только по тебе, по твоей лошади видно. А куда? Тащи кукурузу. А, привет. Привет, Кезим. Иди к нам в руку. Сейчас, сейчас. Воду перекрою, приду. Садитесь, садитесь. Садитесь. Знаешь что? Я, кажется, догадываюсь, кто украл деньги из колхозной кассы. Что он сказал? Подожди. Ну, что он сказал, слушай. Подожди, не мешай, потом я тебе все расскажу. Подожди. Что он сказал? Ходи хоть и сюда. Вред никакой. Мне на один день нужен ключ от сейфа. Зачем? Чтобы вывезти его на чистую воду. Кого вывезти? Чего вывезти? Подожди, дай человеку рассказать. Что с тобой? Подожди. Спроси тебя. Языка отсохнет. Что? Сукин сын этот председатель. Что? Сукин сын этот председатель. Правильно, я точно так думаю. Я ему говорю, слушай, дай ключ мне на один день. Нет, говорит. Если я тебе дам ключ, то ты сам залезешь в этот сейф. Как он смел такое сказать, мерзавец? Может он сам своровал? Нет. Он сам взял, я тебе точно говорю. Нет. Все эти три кражи сделаны одной рукой. Когда тех бухгалтеров сажали, этого председателя и в помине не было. Ты так думаешь? Казим, ты очень хорошо думаешь об этом про хвост и я тебе... Про хвост, да еще хуже. Подожди, слушай, подожди, тебя не спрашивают. Что ты хочешь, слушай? А без ключа у тебя ничего не выйдет? Я придумал один фокус, но без ключа не знаю как. А? Фокус придумал, фокус. Ага, понятно. Вот подлец, не хочет на один день ключ одолжить, а? Еще хуже, чем подлец, чтоб ты знал. Помочь вам, ребята? Нет, вы сами управлены. Ну хорошо. Посиди еще пять минут. Нет, нет, тороплю. Да, посиди. Слушай, не забудьте ему сказать насчет Бесо. А, да, да. Бесо, племянник мой из армии вернулся. Знаю. Так вот по этому случаю в пятницу я всех собираю. Ты только смотри, не опаздывай. Без тебя, сам понимаешь. А ты Эмира пригласил? Ну как не позвать, сосед все-таки. Только сейчас он в Атару уехал. Приедет, приглашу. Федзим, а ты точно знаешь, что это Мичичиков украл? Значит, кто-то из наших, Чагенских, да? Да, из Чагенских. Ага. Интересно. До свидания. Счастливо, Клязи. Ты что такой важный, как прямо князь Добьян Мегрилский? Знаешь что, Бахут? Что? Если этот вор действительно живет у нас в Чагене, я его поймаю стопроцентно. Мамой клянусь. Это ты-то вора поймаешь? Как, сука, как? Ты ослабишь невинного человека, он тебе по башке даст и костей не заберешь. Руки! Что руки, что руки? Не надоели твои эти дурацкие руки. Говори поймаю. Что? У меня появился, хочешь поспорить с тобой? Поймаем обязательно. Хочешь, мой, хочешь. Согласен. Давай, давай, проиграешь. Давай. На пять мешков. Что, боишься со мной спорить, да? Что, это я боюсь? Я ничего не боюсь? Давай, давай, давай. Только старую муку не подсовывай. Уж ты. Нет, на урожай обязательно. Ура, ума у тебя нету. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем. Ты кто? Посмотрим. Ты кто? Ты что? Эй, мальчик. Мальчик, где он? Иди сюда. здравствуйте здравствуй дорогой где здесь у вас живет мула кто ну мула мула я не знаю кто это что что ты не знаешь кто такой мула нет не знаю чему только тебя учить в школе слушай русский язык абхазский география хорошо хорошо хватит иди иди дорогой до сюда пока шаши беши снимай вещи это шаши это беши душа что надо уважаемые здравствуйте здравствуйте я давно здесь у вас не бывал где живет этот мула 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 ты иди принести что-нибудь я его сюда приглашу и выясню сейчас здравствуйте уважаемый вам наверное нужен старый джума джума ну да джума джума а джума сейчас такой же мула как я китайский император погромче если важно заходите пожалуйста джума работает сторожем колхоза а вы захотите заходите по газе дорогу по газе но я вас очень прошу мало время как же так можно на одну минуту хорошо 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 свежий сыр хорошая спасибо спасибо прошу вас уважаемый пожалуйста здравствуйте здравствуйте уважаемый ты не сплю потому что ночью работаю значит мне приди вечером поделу конечно ты откуда я что-то тебя не помню я я я тут умею джума из чегема садись спасибо говори говори дело в том что у нас в чегеме уже третий раз кто-то ворует деньги из колхозной кассы ну милиция пока найти не может дело слушай ты меня слышишь говори говори так я пришел попросить тебя чтобы ты наслал на этого вора такое проклятие чтобы у него отсохла рука которая ворует эти деньги товарищ мага слышишь говори слушай говори вот я пришел попросить ну и потом вся деревня будет знать кто ворует эти деньги я вас поливаю как зовут этого человека того кто ворует кто ворует да если бы я это знал слушай почему пришел бы к тебе да да конечно да ну что ж это можно правда я давно уже этим делом не занимаюсь понятно а что для этого нужно для этого нужно найти этот камень камень да да какой камень малельный камень ах малельный малельный да понимаю понимаю да подожди а что ты мне за это принесешь я тебе принесу два мешка муки нового угрожая нет привезешь три мешка а почему три мешка не два потому что за два мешка я на него нашлю такую проглядь очень хорошее проглядь тем более ты хочешь чтобы у него еще отсохла рука Да, обязательно. И, наверное, хочет, чтобы осохло какого-то быстрее. Вот, видишь, это же срочный заказ, понимаешь? И ты хочешь, чтобы за два мешка я возился с таким трудным делом? Ну, хорошо, хорошо, дам тебе три мешка. Да, а вот если ты мне привезёшь четыре мешка, я могу на него наслать такое проклятие, что у него и вторая рука засохнет. Слушай, значит, если я принесу шесть, то он у тебя с головы до ног засохнет как табак. Не хочу, я хочу, чтобы одна рука засохла. Хорошо, слушай, не шуби. Той, который он ворует. Довольно, я сделаю. Что, я злодей? Дай мне руку, помогай подняться. Пожалуйста, осторожно. Осторожно. Вот так. Эй, руку, не тратитьed вот и очистил, не льзая. О, мне льва. В смысле? Отлично. Я плеча,tóля. Бегу, не засталю. А, вот тут, подняйте газету, вот. Вот, вот. А, вот. А, вот? Слушай, Мула, а как у меня язык, а ты молишься? Это арабский язык. Слушай, на наши языки, не можешь, что ли? Слушай, что такое? Эй, эй, пошла, пошла! Пап, ты совсем не седой и лысыни у тебя никакой нет. Да. Пап, а почему бы тебе не отрастить усы? Они тебе очень пойдут. Я об этом подумаю. А ты не обещал домик построить? Сейчас иду. И не стыдно тебе, что твои кури несут такие паршивые яйца? А? Хоть оттуда бери, хоть отсюда, все как горох. Вот в мое время были кури. Возьмешь два яйца и вся семя сыта. Раньше перепелки. И то крупные яйца несли. Эх. Если Теймир обо мне спросит, скажи, ушел на табак. А почему это он должен о тебе спрашивать? Я заходил к его жене, просил денег взайми. Зачем от тебя деньги? Чтобы выручить брата из беды. Ты что, забыла? А, да-да, вспомнила. А ты собирался щипить дрань в лесу, а говоришь на табак. Ничего, пускай поищет. Ой, чтоб мне провалиться на этом месте, если я что-нибудь понимаю. Ну, как я смогу врать, глядя в глаза, такому почтенному человеку? Хотя бы и по возрасту. Сук инсинон порядочный. Ну, что ты такое говоришь? Он же бывший председатель колхоза, почетный председатель. Стервец он, а не почетный председатель. А, так что ж ты у него деньги просишь? А вот это не твоя забота. Делай, как сказал. А. Нутца! Он, Нутца! Почему я облако здесь? А я не хочу больше. Здравствуй, Нутца. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Слушай, Кизин дома? Нету. Где он? На поля ушел. Заходите. Нет. Иди, гулик. Какой хороший мальчик. Слушай, Нутца. Правда, что его брат попал в биту? А почему твой Кизин заходил именно ко мне? Не знаю. И просил, чтобы я с ним чем-то поделился? Не знаю. Это ваше мужское дело. Ага. Ну, хорошо. Пойду на поля, поищу его. Если не найду, зайду еще раз. Угу. Он еще два раза заходил. Говорит, не нашел его нигде. Нет его на табачной плантации. И на винограднике его не видели. Я ему говорю, в правление ушел, наверное. Пойду, говорит, туда. Может, там его перехвачу. Что за напасть на мою голову? За всю мою жизнь столько не врала. А все из-за твоих фокусов. Ты у меня умница. Другого слова не подберешь. Дождалась. Хоть раз в жизни умной назвал. Нутца! Оу! Оу, Нутца! Иду! Что? Беда у меня, Нутца. Что за беда? Представляешь, лысуха моя не вернулась с пастбища. Она всегда вместе с твоей приходит. А сейчас нет. Твоя пришла. Чего ты волнуешься? А ты поди поищи. Она может куда-нибудь в чужой двор приткнулась. Искала у всех соседей было. Никто ее не видел. Она с твоей ходит. Всегда вместе возвращались. А сейчас не знаю, что ей подумать. Самая умная корова во все время. Где-нибудь нашла сочную лужайку, оторваться не может. А ты не убивайся. Найдется. Молока мало давала. Ну, умница. Корова у них заблудилась. Даур заедет. Это хорошо. Я сестре должна кое-что передать. Давно обещала. Он ночевать останется. Не уезжать же ему на ночь глядя. Он ночевает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Маме передай. Я ей на вещи обязательно. Как только соберем кукурузу. Я передам. Но она на тебя уже обижается. Ты когда к нам еще приедешь? Ух ты, моя хорошая. Видишь, какая она большая. Ну, пойдем. Не будем мешать. Ты что, седло перепутал? Да нет. Стоять. А? Кизым. Поменяемся конями. Этот мне немного надоел. Вот и решил поменять. А твой конь не хуже. Ты даже не знаешь, что ты для меня сделал. Удачи тебе. Такого коня подарил. С ума сойти. Ты бы еще корову в придачу дал. А ты бы пожалела отдать свою дочь за хорошего человека. Вон Кизин. Доброе утро, председатель. Здравствуй, Бахут. Корова ваша не нашла? Нет, пока нет. Вся деревня уже знает об этом, но никто ее не видел. Соблудилась где-то, придет, никуда не сняется. Никогда с ней такого не бывало. Поискать надо. Кто ее будет искать? У меня. Дело по горло, а она... Она полдня спички не может найти, когда они рядом лежат на плите. Я мог бы попытаться. Где же ты ее найдешь? Ну а что, а вдруг найду? Здравствуйте. Здравствуй. Если найдешь, получишь два трудодня. Не-е-е. Три трудодня. Давай так, а? Я тебе найду твою корову, а ты отдал Шики Азиму то, что он просил. Э-э-э. Он и тебе рассказал. Ну и что? У нас у друзей друг друга секретов нет. Ну так что? Найду я тебе корову, а ты поможешь Киазиму. Ищи-и-щи. Бахуть, пожалуйста, найди мою лысуху, я тебя умоляю. Ну ладно, я попытаюсь, я попытаюсь. Иди в дом, не плачь. Прошу тебя, погоди. Я терпеть не могу женских слез. Ради Бога. Ну, давай, 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 давай. Вот несчастье. Дашь мне трубу. Какую трубу? Ну, эту, ну, глазную трубу. Зачем она тебе? С такой трубой я не то что корову, плохую найду на кенгурской собаке. А ты знаешь, какая это труба? Знаю, Киазим, знаю. Сто раз слышал. Ее подарил кому-то из ваших, принц Олденбургский. До революции. А откуда же взяться принцу Олденбургскому после революции? Олденбургский. Сюда иди. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой хороший, здравствуй. Ты куда это собрался, на лошадь? Не говори, слушай. Председательская корова потерялась. Я должен найти. Кто потерялся? Корова потерялась, корова. А, и вся деревня ищет? Почему вся деревня? Я ищу, разве мало? Постой, ты просто так ищешь за Фуфу? Не, за Фуфу что я дурак. Три труда дня даст. Аба. Подожди, подожди. Кому три труда дня? Тому, кто найдет или тебе? Тому, кто найдет, дорогой, кто найдет. Какого цвета это корова? Я так и знал. Зачем тебе цвет коровы? Ты все равно его не найдешь. Режай, корова. Что не найдешь? Корову не найдешь. Что не найдешь? Не найдешь? Имею, хочешь, поспоришь, то найду. Оставь слушай, ты это поспоришь. Все время споришь, всю жизнь споришь. У меня музей дома из твоих вещей. Оставь слушай. А я имею, хочешь, поспоришь, что найду. Найду я эту корову. Твой. Твой хочешь, мой хочешь? Давай. На что споришь? На что хочешь. Если проиграешь, принесешь мне бочонку мед. Хорошо. А мне твой патефон нужен. Что? Что? А что? Бочонку меда, посмотри, сколько стоит. Что, слушай, патефон налет. А что? А я, пчела, я energetic по полграмма. Тогда у меня патефонка меда. Хорошо, патефон и хорошую самую танцевальную пластинку. Будет пластинка хорошая. Давай, давай, посмотрим. На твою пластинку я танцевать буду. Давай, посмотрим. Вот, посмотришь, да. Слушай, еще раз повернись ко мне. Вот посмотри, что с тобой я сделаю. Эй, эй, куда нельзя? А я и не собирался туда. Эй, эй, куда нельзя? Эй, эй, куда нельзя? Эй, эй, куда нельзя? Эх, вверху, вверху. Эй, эй, куда нельзя? Эй, эй, куда нельзя? Эй, 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 эй! Эй, эй! Эй, эй! А теперь можете ехать туда. А что я там не видел? А что я там не видел? Нет, не видел. Ну ладно, хорошо. Эй, слушай, там рыжую корову не заметил где-нибудь? Нет, рыжего не было. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ты там рыжую корову на дороге не видел где-нибудь? Рыжую? Да, рыжую. 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 По-моему, я узнаю эту корову. Рыжую. 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 Зачем мне делать обиск? Что мне это обиск? Скички есть, у меня паспорт хорошо. Все равно это моя корова. А ты провер хвост. Что, я буду проверять хвост своей коровы? Все, трудно тебе. Ну, хорошо, хорошо, сукин сын, посмотрим, проверю. Потом знаешь, куда я тебе уши засуну? Куда? Какой болван придумал хвост и обжигать. Где он обращенный? На, посмотри, мерзавец. Ты где? Эй, ты! Я тебя из-под земли остану. Шашлык из тебя сделаю. Все равно от меня не уйдешь. Увижу, все кости переломаю. Вот парщовец. Шулик несчастный. Эй, ты, что тут болтаешься? Шлюха, однорогая. Угощайтесь, мои дорогие. Посмотрите, какая красота. Да, весом меня научил. Я вас так люблю. А куда? Иди сюда. Что, дорогой? Ты думаешь, я забыл про наш спор? Не знаю, дорогой. Может, забыл, а может и нет. А он уже здесь. Что? Ну, иди сейчас. Ой, дорогой ты мой. Зовку. Зовку. Я ему принес самую лучшую пластинку. Момент. Эй, Бахут. Чего ж ты не танцуй? Здравствуй, дорогой. Эх. Откуда это? Нашел я председателя его корову. И он дал тебе ключ? Хигур помогла. Как вцепилась на радостях, как лезь. И Хигурт обещал, давай ключи все, товарищ. Ай, да молодец, Бахут. Ты не знаешь, как ты мне помог. Как тебе не стыдно? На один день. Завтра обязательно надо вернуть. Я думаю, за один день справлюсь. Пойдем. А то мы тебя заждались. Хорошо. Пойдем. Нет, нет. Пойдем, мой дорогой. Принимайте гостя. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дядь Кемин. А, Бесо, дорогой, здравствуй. О, мир перевернулся. Как он возбуждал. Мир. Сейчас и больше всех пришел. Вижу, вижу. Соскучился по мне. Не пьешь, не ешь. Нет, ты лучше объясни, как это получилось, что ты первый раз в жизни к столу обознал, а? Я заходил к Теймиру, а он, оказывается, уже здесь. Ладно, садись, садись. Э, Кизин. 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 Зачем я тебе нужен? Что там у тебя страцлось? Жена мне говорила, что ты к нам два раза заходил. Да ты же... Ты же все прячешься от меня. В чем дело? Мне не зачем прятаться. Я у тебя ничего не крал. Слушай, о каких деньгах ты ей говорил? Откуда у меня такие деньги? Нет так нет. Я же насильно их у тебя не беру. Слушай. Слушай. Жена мне передала, что ты просил чем-то поделиться. Как это понять? Как хочешь, так и понимай. Кизин. Кизин. Вот ты удивляешься, что я у тебя просил деньги. А я, например, удивляюсь, что ты меня уже два дня ищешь, чтобы сказать, что у тебя денег нет. Я тебя искал для того, чтобы... Мистер Диста Эмир, от этого птиц портится. Да я могу так сидеть, идиоты. Я тебя искал, Шакали от Родье, для того, чтобы сказать, как я жалею, что в свое время слишком распустил таких наглецов, как ты. Пиздец промахнулся, друг мой. Тогда у тебя был ключ в руках, а теперь он у меня. Слушай, Тереван. Какой ключ? Ключ? Ключ от власти. Думаешь, власть тоже мне пригодир. Пригодир вонючий. Лучше мне пересесть, а то этот человек доведет меня до преступления. Я даже знаю, какого по счету. Ключ от власти. Я хочу вам фотографию подарить, дядя Баху. А, у-у-у, настоящий орел, как и подобает нашей фамилии. Покажи-ка. Вот, иди сюда посмотри, какой герой наш Бесо, а? И? Что, нравится? Где такой портрет тебе сделали? Это в городе сделали. А, когда в следующий раз поедешь, привези мне такой же. Только мой портрет. Вези вам что, пожалуйста. Я тебя привезу, козу продавить, я привезу портрет на камере. Останься здесь, поможешь. А то я без тебя не знаю. А то я без тебя не знаю. Я без тебя не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Эй, постой. Чего тебе надо? Ты меня пойми правильно. Если бы моему брату не грозила бы беда, то я за это дело никогда не взялся бы. Ты мне даешь 50 тысяч рублей, и мы забудем об этом. А ты сначала раскрой свою карту. Моя карта у меня в кармане. Твоя карта у меня в кармане. Только без глупостей. Где взял? Я же говорил, что заходил к тебе. Ну, я же просил бы из глупостей. Вставай, вставай. Немаленький. Откуда я знаю, что ты не донесешь? Ну, как ты не понимаешь? Деньги мне нужны для брата. Для брата. Ну, пошли. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Не считать? Ровно пятьдесят Смотри, не будет хватать, завтра приду Я же сказал, здесь все честно Ну, это на тебя похоже Здравствуйте Тимир, ты арестован За что? Ты ограбил колхозную кассу Это еще надо доказать Пожалуйста, вот оно доказательство Зайдите в дом Постойте здесь Зайдите в дом Зайдите в дом Иметь столько денег И жить в таком доме? Так Теперь ясно, что Чичайко не виноват Но Надо снять позор с тех двух бухгалтеров Которых еще до меня арестовали Я больше не брал Если при обыске найдем Хуже будет На суде хуже будет Ой Господи Боже Для чего ты столько денег В доме берег Иметь столько денег А от дочери И замокнул голову И отдал Антислав Успокойтесь Успокойтесь Граждак Потому что не меня обозорило Устите меня Я ему глаза вис OM Пошли эти волосы Иметь столько денег О, и пустите меня Устите меня Ты был хитер Но кизым хитри Мерзавец он. Подожди. Дай мне ключ от сейфа. Какой ключ? Ведь это твой кизым его украл. Я ему мой второй ключ дал. Не может быть. Да. Ну, сапога. На, на, на. Может быть, хватит? Дай кепку. На, чтоб тебя в ней похоронили, имея в доме столько денег, как дочерей бесприданного дашь. Без долг, поскорее отстань. Подождите. Стойте. Стойте. Постойте. Дом, что я оставил, да еще решил полотенце унести. В тот вечер, когда загорело смолельное дерево, Чичико пришел ко мне и сказал, из колхозной кассы украли 100 тысяч рублей. Киазин, помоги найти вора. А куда уехал Чичико? Спустился в Россию. А сейчас ему можно вернуться? Да, телеграмму уже послали. Ага. А почему ты решил, что именно Теймир ворует? Чичико мне сказал, что в других колхозах бывают два ключа от железного ящика. Один у бухгалтера, другой у председателя. Наш Асланайба, вы при чем? Потому что те две кражи были до него. Предыдущий председатель вообще уехал отсюда, давно живет в городе. Остается один Теймир. Он еще до войны украл этот ключ, подождал, пока люди забудут и начал воровать. Киазин, ты мне вот что скажи. Что бы ты сделал, если бы он ключ спрятал там же, где и деньги? Он бы сразу понял обман? Убийца никогда не спрячет нож рядом с тем, кого убил. Теймир... Теймир, можно сказать, тех бухгалтеров зарезал, а ключ это его нож. Он бы никогда не спрятал его рядом с деньгами. Вот умница. А что бы ты ответил, если бы он спросил, как ты залез к нему в дом? Не для того я Теймира два дня ломал, чтобы он меня много спрашивал. Ай, не хвастайся. Лучше подумай о том, как он тебе отомстит, когда вернется. Ну, это еще не скоро, надеюсь. Да, не скоро. Вот, молодец. Мы с тобой все поели. Еще последняя ложечка. Куда ты пошел? Да, Андрейм. Какой свечной мальчик, а? Тейм. Ну-ца, когда ребенок спад ложится, а? Ну-ца, возьми ребенка в дом. Ну, перестань, перестань. Тейм. 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 Ну, брат мой, будь здоров. Сейчас, левый, дорогой. Слушай, Бахут, а где ты нашел председательскую корову, а? Где спрятал, там и нашел. Чувствую. Субтитры создавал DimaTorzok Что это пахута? Так закончилась история ограбления колхозного сейфа На этом и мы покинем чигемцев, чтобы не злоупотреблять их гостеприимством Судя по всему, они без нас не заскучают Ну а если мы заскучаем без них, нам ничего не помешает вернуться сюда И послушать какую-нибудь забавную или поучительную историю Добро вам! Бзела! Как говорят чигемцы, бзела! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!